Болгарские власти сочли неубедительными доводы правоохранительных органов Украины, которые добивались выдачи вора в законе Андрея Нидзельского, известного в криминальном мире как «Неделя». Об этом сообщает общественная служба новостей ОСН. Волканское государство отказалось экстрадировать авторитета, считающегося главным смотрящим за Украиной. «Неделя» уехал в Турцию и оттуда ведет свои дела на родине. Вор в законе курирует связи представителей криминального мира с украинскими политиками в центральной и западной частях страны, отмечает основатель. Украинским силовикам не удалось изъять у «Недели» его сбережения на банковских счетах, обнаруженных в результате обысков в 2020 году. Он получил свои деньги обратно после того, как вскрылось поддельное решение суда о конфискации средств, из-за чего произошел скандал в Национальном агентстве по розыску и менеджменту активов Украины, где хранились изъятые средства вора в законе. 12 июля сообщалось, что в аэропорту города София в Болгарии полиция задержала Нидзельского, который пытался въехать в страну по фальшивым документам. Украина направила запрос об экстрадиции вора, которого на родине обвиняют в убийстве друга и делового партнера Александра Семенова по кличке Кацап. «Неделя» сбежал с Украины в 2020 году после того, как против него было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2009 году Нидзельский вместе с сообщниками убил Кацапа, который собирался организовать сходку и пожаловаться на неделю лидером криминального мира. После такого Нидзельский уже не смог бы получить статус вора в законе, поэтому он принял решение убрать партнера. В октябре 2012 года он добился своего и был коронован. Он стал контролировать деятельность преступных групп, теневой бизнес, а также отвечать за криминальный общак. В октябре 2019 года Нидзельского лишили воровских полномочий, избили и выбросили на улицу. Объявленный в международный розыск авторитет внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины СНБО.